Сделано в Вятке Включаем машину времени И поехали 72-й 72-й Благословенные времена В России уже 4 года Ни войны, ни этализмов, ни бурь Нефти, доллары растут Тишина, благоденствие, спокойствие В СССР, конечно Все вроде хорошо Я не мог вспомнить название Но не так давно С полгода, наверное, по телевизору Был какой-то сериал Американский И полицей из нашего времени Перенесся в ходе Этаклизма в 72-й год И вот он попал И он так и не мог адаптироваться То есть своя музыка Эти причес и бенбарды Эти джинсы с бахромой Там вообще другое мировоззрение Когда он говорил Что да возьми телефон Сфотографируй Чего там Люди сидели Это и с трудом его понимали Вот по-моему У нас даже пытались Что-то сделать свое Вот Но я думаю Что Ну если бы мы перенеслись То в принципе Жить можно Нет, но мы с тобой жили В 72-м году Мы еще могли бы Откидываться Если то за исключением Вот той Медицины и стоматологии Того информационного Пространства Ну да И той телефонии Пожалуй Лучше на экскурсе Вот чем сейчас и займемся В начале о личных Их воспоминаниях В 72-м году Я успешно преодолел Седьмой класс Вот Летом На каникулах Здесь Ошивался в городе Был у меня Уже взрослый велосипед Такой То ли довоенный Или Послевоенный Ну тогда что были Да, дядя подарил Тяжелый взрослый Типа ПВЗ что-нибудь В городе Было очень верно Потому что Лето выдалось Очень жар И в августе Начались Торфяные пожары То есть Весь город был В дыме В дыме В дыме Красное солнце Вот это светило Вообще Лето побило Температурный рекорд 35,7 градуса В отдельные дни Было Ну тогда Перерыли Дороги Мобилизовали Всю технику Со всех Их предприятий Там Все что можно было Вот Боролись с пожарами И Мне интересно стало Это Это Перерыли Выезды из города Это не будут пускать Вот я на своем велосипеде Я поехал в сторону Макарья А движение было Вообще Вот машин нету Там редко Я доехал Вот доразвил И это Поворот Смотрю Стоит Прямо там Посредине Гаишная Машина По-моему Уже желто-синие Были тогда Машины На меня Я проехал в сторону По слабоцкой трассе На меня Ноль внимания Я вернулся обратно Думаю Это меня выпустили Из города Вдруг там Я поджигатель Я объехал Эту машину По кругу И снова поехал туда И мне понравилось Ехать Ехать Я обычно по городу Все куда-то А тут я что-то Увлекся Что я вот В этом В дымном маре Ветерком Ну дымом пахло Ощутимо Я доехал Аж до зонихи Я свалился там Удата в траву На обочине На газон И с ужасом Стал думать Как же это мне Ехать Обратно Да уже А ничего Хоть и не было Открылось второе дыхание И Я уже там Ну вот Это солнце Над городом Садилось Оно было Огромное Красное Такое жуткое солнце Вот я в город Уже на заходе Въехал Но это была Вот эта жара И торфяные пожары Лесные пожары Деревья Говорят Сгорали Были И специалисты поймут Были и верховые пожары И низовые Торфяные То есть горели Сгорели и болота Пересохшие Горели Большие деревья Сгорали Моментально Много Очень Зарегистрировано Смертных случаев У сердечных Метеозависимых людей Вот от жары Метеозависимых Плюс жара Плюс воздух Полный Да дыма Но это не было Единственной Напастью В том же году Летом В Ирове В Вят И обнаружили холеру Это я по-моему Нациллу И на пляж Вроде бы И запретили Закрыли купание На пляже Закрыли Но тем не менее Это Я вот не помню Чтобы пляж пустовал Особенно ночью По вечерам Нет По вечерам туда ходили Бегали А днем там На самом деле ходили Эти дяденьки в форме Не разрешали Но все равно Где-то упались И на этой стороне На диком пляже Ну всю реку Не перекроешь Понятно все Я вот просто помню Что мы-то ходили Вот на городской пляж На этот вот который И там нам днем Отворот-поворот давали Да Вот это наверное Такое основное Воспоминание О 72 Вот Ну это на самом деле До сих пор еще остались На некоторых кладбищах Вот эти уголочки Где они же отдельно Все вот эти погибшие От холеры Они же В отдалении Они остались Сейчас посмотрим Что же было Что же было В подлунном мире Что же у нас окружало Ну естественно Самое значительное Событие Это в Мюнхене Прошли знаменитые Олимпийские игры Команда СССР Завоевала 50 золотых медалей А США Всего 33 Ну все помнят Этот случай Да Рабс и террористы Да Устроили терракт Убили в Мюнхене 11 членов Израиль Олимпийской команды В перестрел Погибли 5 террористов Вот В принципе Была история Ну эти Олимпиады Она же недавно Снова была актуальна Помнишь Когда этот знаменитый Фрагмент из баскетбольного матча Это же был Мюнхенский матч Как раз 72-й год Когда баскетболисты Сейчас вспоминали И вот этот фильм Как раз Недавно был Да Вот этот Движение вверх Или как там он назывался Как раз Посвященный Вот можно сказать Событиям этой Олимпиады 72-го года Ну вот в этом же 72-м году Рене Американцы Понимаете У меня Совершили марш На Вашингтон И захватили В столице Здание управления По делам индейцев Наверное С Истамагав Не знаю Чем там Закончилось В этом же году Была Впервые Первая компьютерная игра Понг Придумана Первая Коммерчески успешная Я бы сказал Да У нас в СССР Все хорошо А вот в Англии Проблема Депрессия И Количество безработных Привысило миллион человек Ну Тут уже не обойтись Без такого события Что группа Пинк Флойд Четыре вечера подряд Выступала На сцене Лондон Рейнбоу Фенате С премьерой Знаменитой Обратной стороны Ленуда Сайта Рамун Точнее Темная сторона Луны Если не детально Впоследствии Альбом признает Вершина искусства Записи Но тогда Живьем Вот конечно Стоит перенестись 72-й Чтобы послушать Живьем Юных Молодых В том году В том году Мы упоминали Интересную Американскую Девушку С огромной Учарявой Шевелюрой Анджелу Дэвис А вот она же В 72-м Была схвачена И обвинена В соучастии В убийстве Белого охранника В 72-м Ее уже Признали В конце концов Неминовник И у нас начали Подпольщики Вот эти вот Подпольные цеха Штамповать Майки С Анджелы Дэвис Там Свободу АД Там чтобы Видимо Не тратиться На буквы На землю вернулся Ипаж Аполлон 17 Астронавты Сернан и Шмидт Провели на поверхности Луны Рекордное время 74 часа Вот оказывается Все-таки Не одна экспедиция Была на Луну А целых По-моему Три Ну в 72-м Как раз Они последний раз Да Этим полетом Завершилось Потому что Все Впервые Причем я помню Еще читал Они же не просто так Они возвращались С грунтом С лунным В этот раз Они набрали Что-то больше 100 килограммов Привезли на землю Лунного грунта Вчера читал Опять рассуждал Этот вечный спор Там были американцы На Луне Или не были И все-таки Сошлись во мнении Что Вот фальсифицировать И ставить Эти рации Это обошлось бы Дороже Чем запустить Экспедицию Ну тут даже же Сотрудники Нашего центра управления Полетом сказали Что они же были на связи Все равно на связи Они были И говорит Мы просто проверяли Сигналы Шли с Луны Нельзя не упомянуть О легендарном матче Бобби Фишера Со Спасским Со Спасским Да Чемпионат Выиграл Фишер Конечно Хотя в песне Высоцкого Все было наоборот Если то помнит У него Хваленый Пресловутый Фишер Тут же согласился На ничью Обнажил я бицепс Ненароком Даже снял Для верности Пиджам Ну да Хорошая была песня И не очень удачная Для Советского Союза Мать К сожалению Фишер стал Один чемпионом мира По шахматам Ну в принципе Что делать Вот традиции 72-го Продолжаются У нас Вчера Буквально Да Посетил Инчен Ин Редкий гость Владивосток Редкий гость Правда он почему-то Свинтил Раньше плана Но это его проблемы Но А в 72-м Там целый Американс И президент Аж Ричард Никсон Посетил Он целую неделю По моему Настусил Да Там фотографии Масса Они по моему Очень понравились Другу с Брежневым Вот И впервые Подписали договор Об ограничении Стратегических Вооружений А встречный СССР подписал Договор За опых зерна В США Было объявлено Что в течение Трех лет СССР За опит Американс Зерна На сумму 750 миллионов долларов Помощь была Американс Экономия Вот Ну опять же Видимо да Видимо Целены Ричарда Никсона Он в этом же году Еще в Китайск ездил В 72-м же Да Насколько я помню Я помню почему Потому что я помню Пластинку Джона Леннона С там Тайм Нью-Йорк-сити Где они были Изображены Два обнаженных Ричард Никсон Мао Цзэдун Танцующая в бане Вот Чисто из этой Картинки Я помню То что он Да у него Еще был визит в Китай Первый раз Тоже в историю Видимо Подвижный человек Никсон В принципе И опять же Если просто Жень перебью О Никсоне Ведь вот знаешь Это знаменитый скандал Который разразился Чуть позже Да Но вообще-то Все случилось В 72-м году То есть Сначала Рогейцкого скандала Это тоже был 72-й год Подслушивали подсматривали Да 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 Потому что Выборы были Вот А потом Это просто Стало более известным Позже Но в этом же году Что еще всплывет О наших временах Когда Ну когда-нибудь потом Да Когда-нибудь Ну в этом году Власти СССР Не дали въездную визу Официальному представителю Шведской академии Который Должен был вручать Нобелевскую премию Солженицыну Вот Ну Трудно представить Но в Аунасе В 72-м году Пошли демонстрации С требованием Свободы для Литвы Я кстати Об этом не знал Даже интересный факт Ну Не афишировалось В прессе Ну понятно У нас вообще ничего Не афишировалось Ну может вышло Там человек Это пять Но тем не менее Вот уже тенденции Были-то и Центробежные Да Иосиф вброс И вынужден был Поинуть родину Я вот Не помню Его не депортировали Но Сумел Добровольно Умехать Нет Он выслан был Все-таки Считается Что он был выслан Из России Ну в своем письме На имя Брежнева Он написал Мне горько Уезжать из России Я верю что вернусь Поэты всегда возвращаются Во плоти Или на бумаге Ну Вернулся только на бумаге Да Средняя зарплата Поднялась И составляла уже 130 Рублей Вот При этом Вас Ну Хит сезона Вас 21.03 Стоил 7500 рублей Вот Зарплата 130 А в 70 Была 110 То есть Уже росло Благосостояние Да и А цены не росли Тогда был Вот такой Тот период Как раз Золотой Ты правильно сказал За счет Отчасти Вот этой Нефтяной Нашей иголки На которой Мы плотно сидели Цены на Отросли И можно было Позволить Тебе Не повышать Цены на Продукты Петра Не повышать Зарплату Да Да Вот что Что же У нас Это было В области Кроме пожаров Да тоже Много Интересного В принципе Вот Азывается Все Недавно Было Что в 72 Году Азывается Было Построено Здание Аэрозала Победилова В 72 В 72 Да Вот Начал Полноценно Работать Аэропорт Победилова В принципе Это Считался Свежим Я помню Что Еще В школе Мы сбегали Суроков И Ездили Смотреть На самолеты На старый аэропорт Или Нет На новый Уже на новый Да То есть Там Ходил Регулярно От автозала Автобус Аэропортовский И мы Глядели Ну Такого режима Не было Можно даже Было Налетное поле Выйти Выйти Летали Много Там Тогда Много С областью Было Снабжение Авиационное Наверняка Много Два Там В кучу Авиалесопожарная Служба Она чуть В стороне Была И таких Самолетов Больших Лайнеров Стояло Немало Было Интересно Обратно Любопытно Было Вернуться На электрич Там Станция Цепили По-моему Напротив Этого Победилова И вот Мы Сидели Пацанами Поезда Проходили Ждали Развлечения Было Вот эти Советские Медные Питаны И положить На рельсы И вот Поезд Проедет И получалась Большая Латунная Блямба Это Это тоже Делали Да То есть Победилова В 1972 Году Я говорил Что в ЦУМ В прошлом Году Ходили На экскурсии А вот Тут Победилова Тоже Я помню Что где-то В апреле Даже Начали Ну Начиналась Эпоха В 1972 Году Эпоха Там Само Их Строя Уже Еще Добамов Их Вот уже Строили Амаз В набережных Челнах Самоцветы Пели Получу В новом доме Квартиру Чтобы оно Выходило Ре Прочу вас На самом Красивом Мною сделанном Грузовике Да В муду Вошли Строятрядов Спецовки Тогда еще Значков Это не Столько Много Было Но Впервые Начали делать Трафареты На спину Какой-то И у нас Тогда Был Где сейчас ВятГУ Политех Строятрядовская Форма У них был Подъемный Рант Нарисованный И политехнический Наверное Сохранились Спецовки Но у нас Это размыто В 1972 Году Совмин Принял Постановление О мерах По подъему Экономии Сельскохозяйства Ировской области И туда Массу Таких Навтыкали Строя Перспективных В том числе Нововятский Сельскостроительный Комбинат Это Планировали Поднимать Село Там В будущем Радужнинск Он Должен был Строить Дома И тогда На пустом месте Вот Возле деревень Ворсеньги Там еще Их ты не помню Целый поселок Я полагаю Что удачное название Было Радужно Вот возникло Это было ударное Строй Конечно на фоне Всесоюзных Строй Она смотрелась Вторично Нет Для Кировской области Представь За счет Этих панелей Которые там делались Как строительство Пошло Очень активно Стали застраивать Крупные села Такой Невысокоэтажной Двух-трехэтажной Застройкой Таких панельных домов Это очень сильно Быстро решало Проблемы В жилищном селе Представляешь Как-то меняло Тем не менее Радужное начался Поселок Вырос В руках Комбината Ну а позднее Конечно Все не Черноземье Объявили Ударный строй Это буквально Несколько лет прошло Да Это ничему хорошему Не привело Все-таки Не надо было Распыляться Вот Ну В этом же году АЗВС В этом же году Вступил В строй Санаторий Нижняя Ивкина Вот потом Тут я знаю Его продавали Перепродавали Удаты Ну мне кажется Эти источни И они были И бежали Ну вот Я помню Началась Такая массированная Реклама Там что Эти воды Нижняя Ивкина В газетах Газеты были И раз Правда Комсомольское племя Чуть поменьше Форматом Потом Был Эфир-то был тогда уже Еженедельник Он не эфир назывался А просто программа Передач Узин Полос бумаги Вот Где программа И стал выходить Вестник Это было рекламное приложение И раз И правде Это уже в те годы Да В начале Он на четырех Полосах То есть на четырех Страницах Конечно Было не допустить Вот там Вообще Вот даже не могли Подумать Что будут Брачные объявления Да-та-та Вот упля Продажа Обмен Вот квартиры Сами понимаете Что они Свободно не продавались Ну там обмен шел Да Но тем не менее Обмен там меняли На Москву Там куда-то И вот Рекламная газета Вот интересно почитать В ту пору Ну да В эпоху В принципе Еще не тотального Но уже дефицита Что народ хотел И Вот там же В этом Вестни Вот Вот Уже призывали В Нижний Ивкен Ехать на кроу Я думал что Это Думал что Нижний Ивкен Старший Почему И вода Вода стала появляться По-моему Это у нас Вот понимаешь Вот все Вот размыто Я воспоминания Не могу сказать Нижний Ивкен Вода Потом вроде говорили Что это И вовсе не Нижний Ивкен А просто В нее добавляют Минералов Чтобы она по составу Была Примерно Нижний Ивкен А сейчас она исчезла И я вот Даже не скажу Есть Есть Нижний Ивкен Выпускают Ну еще Где-то под Ировом Тогда На берегу Вятки Был построен городок Со всеми условиями Для жизни Это дом престарелых Это где Да Это в Чижах В Чижах Вот этот вот Ну да Тогда это было Где-то под Кировом Сейчас это уже Внутри черты городской Ну и в областной Линической больнице Открылось Эндоринологическое Отделение Говорил этот Летчик Мимино Там что А вы эндоринолог Ну я иногда Там В основном Летчик Я вот думаю Да Олимпиада еще была Зимняя И Саппора Да Получил Олимпийское золото Ировчанин Юрий Скобов Скобов Да Тоже верно Это было Очень Я помню Огромную фотографию Да В Кировской правде Это было Мы все очень гордились Ну В принципе Вот зима Не запомнилась Вот это Жар Лето Если взять Вот Сейчас Один с апреля Начало мая Город готовился Первомайским демонстрациям Поэтому всегда старались Конечно была тенденция Что Иногда Вот эти асфальтовые Заплаты Лепили прямо в лужи Ну На фоне Подготов И чтобы 72-й год был чем интересен Он все-таки тоже был юбилейным В 72-м году отмечали 50 лет СССР Был такой В 22-м году был СССР Да-да-да Это был такой Не очень широкий праздник Я помню Что придумали тогда Вот как раз этот Орден Дружбы Народов И я просто могу сказать Что первое Кого наградили Никого А там же награждали Не только людей Награждали Там могли область наградить Или что-то еще Корякский автономный округ Награждал Был первым лауреатом Первым Как-то сказать Да Корякский автономный округ Первый получил Вот этот Орден Дружбы Народов Не знаю Может они с Чуксами Там подружились У них же всегда там Контры были Может быть как-то так Но это был год юбилейный Но вот он Так как это было связано Не с партийными Не с партийными юбилеями А скажем Государственными То это всегда отмечалось Гораздо более спокойно Без большой помпы Вот Понятно Ну лето началось рано С 72-го года Вот и стало жарким И видимо Все это Дачи было не настолько много Вот сейчас я В принципе вижу Летом загорающих На склонах Оврага на Горбачева А в 72-м Это овраг был заросший И вот А пруд был там Вот у цирка Нет Оба были уже тогда Потому что здесь Просто был поменьше Нет Здесь вот Напротив ботанического сада Был совершенно заросший Овраг в то время Да Был Овраг джунглей Был деревянный Забор Его еще мужики называли Ресторан Овраг Потому что там можно было Зайти спокойно На деревьях Стаканчики висели Ну Это было совершенно Жуткое Такое Криминальное место Ну да Даже милиционеры В одиночку Не решались В одиночку не заходили Поэтому можно было Спокойно посидеть там Ну я тогда еще Маленький был Ну просто знаю Ну мы бывали Ну больше ботсаду нравилось Пять эпи билетик Дец стоил Вот А диорамы не было Вот в принципе Немного не так Весь этот выглядел Прудовый комплекс Но тем не менее Вот в теплую погоду Все склоны Вот этого бывшего оврага И все газоны Были усеяны Загорающими Делами загорающими То есть еще видимо Ну кто никто Не знал Какое лето будет Поэтому ловили первые лучи Город был гораздо чище Вот их вот Пыльных сейчас Бурь Которые пришли на смену грязи Это уже типичное явление То вот в 72-м Я не так давно выложил фотографии Примерно тех времен И в комментариях отметили Что вот да Смотрите асфальт 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 был лучше И город был чище Потому что Ну во-первых На субботнике вспомнить Выходили все Огромные предприятия Какие-то конторы Школы Все вычищали Всю территорию Независимо от того Прилегает она к тебе Либо нет Что тебя поручили Там ты это все вычищаешь Поэтому город Всегда Квестня Очень был чистый И по большому счету Не забывай Что упаковки Было гораздо меньше И мусорили гораздо меньше Вот Ну про танцы в халтуре Мы говорили И в прошлом году Ну они все 70-е годы Еще будут продолжаться Да Стоило упомянуть Что это еще и тогда Но тем не менее В 72-м И днем С удовольствием посещали Там И это семейные Люди Выдавались для детей Педальные машины Были Вот ездили Поэтому парку Были И русели В виде рейд Там были аттракционы То есть вполне Пенсионеры играли там В шахматы Или сидели В читалке И читалки были И пенсы были И читали газеты Советские Ну это нам может быть казалось Не такие пенсы были Там нормальные были Такие дядьки Просто сидели И играли в шахматы Мы же были пацанами В основном конечно Уже машин не было Дворы Были зеленые Вот мне помнятся Дворы с 72-го года Конечно Вот Субботнее Слово вошло Уже Где-то в 60-х Со средины Или даже До этого не было Это заполитизировано Вот о чем сегодня Про субботний И говорили А просто даже в газетах И всюду назывался День большой убор И города Вот это может быть Было правильнее Вот без Ой-то там Полития И убирались Потом просто видишь И лично Илья с бревном Стало активно появляться Тогда уже политизировали К лету Весне Первого мая Обычно дворы Совместными усилиями Приводили в божественный вид То есть там Убирали мусор Там Расили что этнички И обязательно были клумбы В 72-м году Еще не захерело И поэтому клумбы Выкладывались им Кирпичиком В зубчик Где это бабушки И брали этот кирпич Это неизвестно Но тогда видимо Тогда вообще была такая система Нигде ничего не было Но у всех все было Так что да И вот там Ходили Там бабки Выращивали Летали во дворах Там пчелы Бабочки В общем Жизнь была И вот такое Основное время Провождения Взрослого Населения города Ира в это Вот игра в домино В каждом столе И был Доминошный В каждом дворе Точнее был Доминошный столик Да даже когда сдавали Новые дома Там уже был сразу столик Во дворе Это строили И в принципе Его место расположения Зависело от Стервозности Местных бабок То есть Были очень Иногда раздражительные Вот они говорили Что им мешает Вот это стучание Стучание костяшек Костяшек И столик там Убирали у нас Во дворе Его задвинули Вообще куда-то Мусорная площадка И потом вернули Обратно Самое интересное Что на летних Канюлах Мы-то Мел-эта И пацанва Мы играли На этом же столе И в карты У нас была Традиция На столе Или еще лучше Лезли в детсад И на веранде В детсаду Играли в инг В перферанс В общем-то Интеллектуальные игры Причем играли На Называлось на уши Ты проигрываешь Тебе по ушам Столь Мы на приседании играли Тоже веселого было Мало проигравшего А вечерами Выходили Наши родители Там уже деды Для многих И играли в домино Причем были И мастера Этого дела Ну в основном Вот на заводах Работали мужики А на заводах Ну там Запустил Там чего-то Или обеденный перерыв Тоже домино Было распространено Сейчас я вот Думаю Что может Где-то и на предприятиях Осталось Но массовый Без спорта Это умерло Жень Давай сделаем Маленький перерыв Да Играли Стучали Были Рыба Там что-то еще Самое интересное Что вот это Робач с домино Оставалось Под столом На ночи А то даже Вот самые отъявленные Хулиганы Даже подумать не могли Чтобы истощить Или что-то сделать Вот такие были времена Полторы минутки перерыв Сделано в ветке Да Это программа Сделано в ветке У микрофона Николай Голиков И в гостях У нас в студии Традиционный наш Путешественник Во времени Евгений Альбертович Я нахожусь в 72-м Присоединяясь Ко мне Мы в общем К тебе присонимся Жень Да Мы остановились На погодах И на домино На этом году Да Это был жаркий год Я говорю Что для взрослых мужиков Было занятие Играть в домино Причем были мастера Были асы своего дела Вот Высаживали там И это эти Ритуалы были у них На плечи Эти доминошки Там что-то Проигрался А потом В принципе Что тут В общем Срывать Явление Которое было Но вот Открыто Никто не выпивало Если мужики И хотели То они брали Причем редко водку В основном Портвейн Портвейн 15 Портвейн 13 Либо Агдам Либо Ну Солнцедар был В 72-м году Был еще Да Брали И скромно Стыдливо Пили где-нибудь И у нас во дворе Этот процесс проходил За гаражами То есть Старались уйти Чтобы Ни дети Ни баб И не видели Ну Конечно Музы Она захватывала И захватывала Всех И уже Лени Тинейджеров Они уже Жили совсем По-другому В моде Были по-прежнему Лежа Были Длинные Двухборотные Пиджи И С двумя Шлицами Сзади Вот И костюмы Шили на выпуск Ну и в 72-м году Потом уже Вернулись Уроченные Пиджи И Ну не Сейчас Вот И нелепые А уже Приемлемые И вошел Снова Вернулся В моду Сленг То есть Ой Тогда его Называли Гиповский Жаргон Отчасти Это был Сленг С теляг Из 50-х То есть Начиная Со школ И заканчивая Там Вузами Всем Все там Обращались Чувак Чувиха Чувак Чувак Берлять Там есть Души Ну это такая Смесь уже Да Тут еще Музыкальный Жаргон Не уголовный Жаргон А лабук И такой Лабукский Жаргон Вошел Все говорили Не продал А сдал Там Жинсы Да Сдал И не говорили За 82 И говорили За 8 Ноль За 5 Ноль 5 Вот где сейчас Скажем так Асфальтовый пустырь Перед Художественным музеем Это угол Орла Марса И Древесского Да Сейчас Пасхи Там были Деревянные дома Перед Лизеем И был Длинный Ой Загончик Ой Там был Дохлый фонтан Когда-то он работал А потом он откинулся Но там Может даже и вода была Но были Мечки Все это было Буйно Заросшее там Сиренью Чем-то И вот это место Называлось Хипсвер Потому что Все это и была эпоха Хиппи Люди собирались Вот там До соответствующего Образа Волосатые И прочее Вот Это было первое место В городе Для продажи Обмена фирменных Виниловых пластин Вот в этот Хипсвер Приходили Люди Сидели Ну милиция Я думаю Это еще Это индифферентно Это потом стали гонять Вот Я помню Что До самого сноса Этого Сфера Потом он Это захерел Захерел уже Вот И Лизей Снесли В 78 Но Наверное Раньше Этот Свер Зарылся Потом Этот клуб Будущий Клуб Озались Там не Спекулянты Пластин Озалось Что это Филофонисты Добропорядочные Потом они Переселились За филармонию Ну За филармонией Там тоже еще Были моменты Просто такие смешные А не то что гоняло Милиция там появлялась Но люди на всякий случай Разбегались Понимаешь Там появился милиционер Он просто По русски говоря Появлялся Он должен был Где-то появиться И Это было очень смешно Всегда Люди там Быстренько Паковали Шесточку Под мышку И бегом Особенно зимой Когда по снегу Начинали бежать Это было смешно Так сильно Там тоже Они гоняли Приходили Полиэтиленовая Это куда В принципе Виниловая пластинка Входила как раз По формату Ну это еще специально В газетку Запечатали специально Но через год уже Мы вполне Полноценно Приходили Смотрели Интересное же было И В принципе Уже В 72-м Стала появляться Хорошая Радиотехника Если Год назад Она была Гипотетически И она появилась То есть Это были Дорогущие радиолы Типа симфонии Эстонии Виктории Там 00103 Они как бы считались С высшего класса Но они стоили Ну Там Зарплаты бы 130 рублей Не хватило Потому что Под 300 рублей А В 70 Даже больше А до этого 200 рублей стоило Первого класса Вега 101 Вега 101 Соответственно Это уже были дороже Радиолы Еще по 400 Но еще до Веги Все уже знали Что такое Стереопластин Со стерео Доступными Стереопроигрывателями Была Напряжен И поэтому Люди ездили В Москву И где-то У магазина Мелодия На Новом Арбате Там Они Тогда еще На Тверской Упали Где-то Из-под полы Стереоголовки Еще Пьеза И не поверите Упали два Моноэлектрофона Орд Они стоили По-моему Пятьдесят Рублей Пятьдесят 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 Шесть Рублей Стереон Девяносто Девяносто Девятьдесят Девятьдесят И вот Как-то Там Чего-то Олхозили Эту Голову Туда Приделывали Видимо Сигнал На два Усилка Отправляли Два Усилителя И вот Это был Первый Стереозвук А в Семьдесят Тором Появился Действительно Проигрыватель Легендарный Красивый Полированный Корпус Сверху Да Прикрывался Конечно Тяжелый Звукосниматель Пластинки Ну там Очень быстро Пружинку Подтягивали Подтягивали Это делали И вот Поэтому Началась Хорошая Музы Это Уже Конечно Это вот Во дворах Терпели Да Там Иди Пепол И Там Другие Тяжелень И группы Ставили Люди Алон И вот Дис Сорок Минут Надо было Прокрутить Абаб И сидели У Песочницы Они С удовольствием Слушали Ледзепплин Насчет удовольствия Не берусь Сказать Никуда было Не деться Просто Да Но Была Толерантность Определенная И у соседей Вот Где-то Ну Муда 72-го Женская Это Многие Стали делать Посредством Химии Причес И вот Опять же Никуда От нее Не деться У этой Анжелы Дэвис Ну да Круто даже Шло Но вот Эти Учарявые Головы На танцах Или вечером Халтуре Да сейчас Когда фотографии Смотришь Забавно Это выглядит Конечно Причесок Попорчено Вот той Химией Сожгли Волос Ну вот Такая вот Эпоха В этом же году В Ирове Исчезли Последние Легендарные Желто-синие Троллейбусы МТБ 82 Последние Был Убран С улиц В июне 72 Года Этим дымным июлем 72 Года Сейчас конечно Один экземпляр В этом варианте Есть На территории Троллейбусного Депо На Октябрьском Проспекте Но он гибнет Это отдельная тема Его надо спасать Надо что-то делать К этому Мы вернемся Еще Ну вот В 72 Году Появился Такой Небывалый Вид развлечений Для Народа Это смотреть На милиции И развод Мы специально ходили Это было очень Конечно Эффектно Когда Желто-синие Мотоциклы Вот эти ГАШ-69 Эти луноходы Они Впервые Это было невиданно Это было Газар Стали Публично проводить Безызвестный Марат Леонидович Обштейн там Посодействовал Чтобы Это все было Публично Выстраивались Мотоциклисты Выстраивались Там Автомобили Вообще Работа была Собачья Вот этого Милиционера Мотоциклиста Это летом Ладно Он там В форме Там вдвоем Обычно Патруль был Мотоциклетный Но Вот у меня Есть фотография Называется Ночной патруль Это Зима Ночь Летит снег Навстречу И по мосту Через Вят Вот едут Эти два Мента На Мотоцикле Хоть им выдавали Стюмы Дерматиновые Но При зарплате Ну дай бог Сто-то рублей Не платили 75 рублей Была зарплата Рядового Милиционера Это было Конечно Вот Чревато Зимой В любую Непогоду Они патрулировали Город На своих Этих Уралах С алясками Потом уже Там стали И это делать Рупоры Там Говорящие Там Да Аляски Даже Маячки Были Говорят В грязную Погоду Просто Они возвращались На базу А база Была В чижах То просто У них В гараже Был Шланг И вот Они оба В этих Ожианых Штанах И шланга Друг Поливали Грязь Смывали И шли Ну вот Я думаю Что и болезней Была масса Но тем не менее Зрелище Было хорошее Милиционеры С собаками Стояли Отдельно И расходились А теперь Вот я Честно говоря Что-то подобное есть Иногда На праздники Проводят Разводы Но так Не забывай Мотоцикла С колясками Женя У нас буквально Поломинуте Да упомянул Что ГА-69 Сменились На УАЗы 469 Которые еще Не продавались Запчастей Не было В автолюбителе Мы тоже ездили На экскурсию Были пуганные Спекулянты Которые ходили В автолюбители Из-под полы Предлагали А каждая продавщица Была ролевой Потому что Они все Все-все-все Шли И что угодно И предлагали Чтобы Вот было Ну Естественно Конечно Песняры спели Сил я Анюшину Хит Всех времен Народов Появился В 72-м году Увезу тебя В тундру Калабельды И ведища Спела свой Лесной олень По-моему Хотя они Лучше всего Конечно Это Зе И в каком-то Фильме Его исполнили Ну и хиты Года Абарес Минелли Или последние Танго в Париже Вряд ли видели Зато В то время По крайней мере Все посмотрели Великолепнейший сериал А Зори здесь тихие Вот такой был год Такая была эпоха Ну что ж Мы я думаю Что мы в нее Сумели погрузиться Мы еще вернемся В 73-й год Он не так и сильно Будет отличаться От 72-го Общим настроением Но тем не менее Опять же События будут На три передачи Каждый год Если детально Особенно Вот все Сейчас Больше и больше Их-то личных Воспоминаний Жень спасибо Спасибо Это была программа Сделана в Ветке До встречи В 73-м Напомню Что в гостях У нас был Евгений Питунин Историк Краевед Руководитель Музея Ветского Государственного Университета До свидания